В финал 14-го республиканского конкурса красоты Миста Тарстан вышли три десятка участниц, пять из которых представляли КФУ. Девушки соревновались в трех дисциплинах, визитка, дефиле в купальниках и блиц-интервью. Студентка Анна Атаманова смогла не только пробиться в десятку суперфиналисток, но и одержать блестящую победу в главной номинации конкурса. Я шла на конкурс Миста Тарстан с большим намерением и всю себя отдавала репетициям, но, естественно, изначально я предупредила всех преподавателей о том, что я буду участвовать в конкурсе и попросила с ними лично, уже после конкурса Миста Тарстан, попробовать взять экзамены и зачеты, чтобы немного их отложили. Думаю, цель оправдала средства, и теперь я с гордостью представляю наш университет, как студентка нашего университета, обладательницей титула Миста Тарстан. Анна Атаманова уже не первый раз принимает участие в данном конкурсе. В прошлом году она попала в десятку финалистов и заняла титул Мисс Очарования. Титул Мисс Казань 2022 завоевала студентка Института управления экономики и финансов Ралина Ахмадулина. Идею на конкурс мне подала моя сестра. Мы увидели с ней в инстаграме как просто афиша на кастинг первый. Она мне сказала, почему бы и нет, почему бы не попробовать. Также на работе поддерживали, сказали, что попробуй сходи, а что почему бы и нет. И мы на работе, сидя в кабинете у своего директора, я оформила заявку. В ближайшее время Анна и Ралина будут представлять республику на конкурсе красоты Мисс России 2022, а также на других российских и международных конкурсах красоты. Елизавета Никитина, Амир Йолдашев, Универньюс. Ваши аплодисменты, друзья! Анна Атаманова! Анна Атаманова!